Всем привет, с вами Голодный и вот мы наконец-то добрались до третьей части Silent Hill. И я надеюсь, вы все этого ждали. В этот раз не будет долгих предисловий, о всех плюсах и минусах этой части я расскажу по ходу прохождения. И давайте уже погрузимся в этот кошмар на уровне сложности Hard и загадки тоже на Hard. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И знакомьтесь с главным героем третьей части, точнее с героиней. Впервые в серии нам дают поиграть за персонажа женского пола. И мы попадаем в парк аттракционов под названием Lakeside Amusement Park. Знакомый нам еще по первой части, именно сюда попадал Гарри Мэйсон, когда искал свою дочь. Огромный щит с картой, на север. Да, если я пойду туда, куда стою сейчас лицом, я доберусь до американских горок. Это парк развлечений? Зачем ей нужно на американские горки? Кукла-кролика. Нет, это костюм. Там внутри кто-то есть. Похоже, что есть, но я не очень-то хочу проверять. Третья часть игры создана на том же самом движке, что и вторая часть. Только графику еще немножко подтянули. Этот огромный костюм кролика, почему он здесь? Страшные розовые кролики. И судя по обстановке, особенно по вот этим трупам в клетках, мы находимся в ином мире. И что это? Что-то странное в этой клетке. Человек? Не совсем. Я не хочу особо стоять и пялиться на это, что бы это ни было. Итак, что мы имеем? Давайте взглянем на наш инвентарь. Инвентарь в этой части претерпел некоторые изменения. Теперь все предметы не в одной куче, а их как бы разделили на три категории. Это предметы, оружие и запасы. Мы имеем одну бутылочку холст-дринка, аптечку, 30 патронов. Из оружия у нас есть нож, труба, пистолет и даже автомат. Ничего себе, в самом начале игры дают автомат. Ну, это не какой-либо баг. Так и было задумано. Waste, please. Напоминает надпись Wasted из GTA 5, которую пираты в свое время перевели как потрачено. Ну что ж, пора, наверное, погрузиться в кошмар. И это действительно происходит. Так как мы играем на харде, нам очень часто придется убегать от монстров, а не сражаться с ними. Патронов всего остального в Silent Hill 3 очень мало, а на харде еще меньше. У нас, к сожалению, нет карты этой местности. И это похоже на магазин сувениров. Здесь плюшевый кролик. Хм. Тут есть несколько нормальных игрушек-сувениров. Хе, никогда бы не подумал, что я назову нормальным что-нибудь в таком месте. Да, наша главная героиня намного разговорчивее, чем тот же самый Джеймс из второй части, и дают довольно обширные комментарии о том, что она видит. Здесь коробки с печеньем и шоколадом. Я люблю все это, но мне совершенно не хочется есть это здесь и сейчас. Сладкоежка. Замок сломан. Так, здесь все то же самое. Тут много различных фасонов на выбор, но мне действительно ничего не нужно. Я сваливаю из этого ужасного места. Если бы тут были какие-нибудь полезные инструменты, тогда, может быть, я бы еще и подумал. Да, действительно, в этом магазине, похоже, нет ничего полезного, кроме сувениров и различной одежды. Рубашки. Я не думаю, что они мне как-то помогут. Это плюшевый кролик, его рот покрыт чем-то красным. Почти как следы крови, отвратительно. Почему почти? Здесь теперь стало можно более детально разглядывать различные предметы. Появилось увеличение. В игре также присутствует огромное количество пасхалок к различным фильмам и даже к предыдущим части игры. Даже если взглянуть на вот эти коробки, то на них написано Rosewater Chocolate. Как мы знаем, Rosewater это название парка в Сайлент-Хилле. Также здесь можно увидеть различное печенье, которое называется Lindsay Street по названию улицы из первой части Сайлент-Хилла. Ну что ж, похоже, здесь делать нечего и придется продвигаться дальше. Что это за тварь? Все двери здесь заперты. И лучше здесь вообще не останавливаться. Огромное количество тварей, трупов, жавчины и крови. Ну а музыка так вообще ласкает слух. Что за? Черт, мне не сюда. Может я немножко заблудился. Что здесь написано? Площадка американских горок. Черт, у вас собака. Ну отвали. Да, у нас есть автомат, но патронов всего 30 ежедневных. Кругом страшные звуки искрежет. Фух, кажется они оторвались. Осторожно. Заперто. Да, похоже, что персонал мертв. Что это? Лошадки? Похоже, кто-то лошадок уже съел. Так, нужно быть осторожным, потому что... Здесь можно реально упасть. Причем падать главная героиня может только на Харде. С Ariana Горе Castle... А-а-а-а! Что это? Что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Yeah, I guess I was Anyway, I'm coming home now Oh, I didn't get that thing you asked me to Okay Okay, I will I love you too, Dad Heather, I need to speak with you My name is Douglas Carton I'm a detective A detective? A detective? Well, nice talking to you Hold on There's someone that wants to meet you Just let me have an hour You know, half an hour of your time My daddy always told me not to talk to strangers This is very important It's about your birth I'm not interested Are you still following me? Do I have to scream? I'm sorry I'll wait here Okay, all this was a nightmare And we're starting in the toilet Where do we already saw it? I'm not interested in the toilet Похоже, там кто-то есть Да там занято С моей стороны стучать невежливо Хе Хе-хе Да, похоже, у Хизер есть чувство юмора Судя из последней заставки Именно так зовут нашу героиню Я не люблю зеркала Ощущение, что там на другой стороне Неизвестный другой мир И человек, уставившийся на меня Это на самом деле не я А просто подражатель Я знаю, как глупо это звучит Но именно это я чувствую Но если я долго думаю об этом Мне от этого плохо становится Хм Что это за символ? Знак на этом зеркале Он почему-то выглядит таким знакомым Откуда я его знаю? Где я его видела? И почему у меня так болит голова Когда я пытаюсь это вспомнить? Давайте сохранимся Туалет торгового центра Да, именно так теперь выглядит сохранение В виде вот такого вот знака Не путайте этот знак с печатью Метатрона Из первой части Он выглядит совершенно по-другому Там тот странный старый детектив Так что я ухожу Куда ты уходишь, Хизер? Похоже, что через окно Путь перекрыт пустыми коробками И всяким хламом Я не могу пройти Так, и давайте взглянем еще раз На наш инвентарь Что у нас есть Теперь у нас остался только нож Это пружинный нож для самозащиты Я никогда не использовал его Но на всякий случай Давайте его поставим Из предметов у нас еще есть Это ключ от дома Дейзи вилла 102 Написано на бирке И некий медальон Папа подарил мне этот медальон На день рождения Это одна из самых дорогих мне вещей Внутри есть камень Похожий на маленькую красную таблетку Интересно Так, у нас есть нож Третья часть саунхилла Стала немного динамичнее, чем вторая Вы это, походу, игры почувствуете Что ж, это может помочь Может мне стоит просто побродить тут пока Ладно, забыли Но как эта машина припарковалась тут Что мне тут может помочь На машине написано Деливери Доставка Тут много чего вывешено Но ничего полезного Дверь закрыта Шкафчик не открывается Думаю, об этом можно не беспокоиться Интересный плакат Написано Тирн Аил Хм, что это означает 30% скидка Попробуйте погуглить это название Возможно, оно реально что-то означает Замок сломан Закрыто Это торговый центр Здесь огромное количество дверей Но практически все они Заперты Хм, слышен чей-то разговор Что здесь такое срач Да, похоже здесь давно полыни мыли Название магазинов Водч Кристофер Возможно, это какие-то отсылки к чему-либо Но я точно не знаю Маргарита Похоже нам сюда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кристофер Продолжение следует... Что, черт возьми, это за штука такая? Какие у этого монстра огромные руки? Это однозначно не человек, я никогда не слышал о таком животном. И это, конечно, не может быть костюм. Сумасшедшая мысль, но монстр единственное слово, описывающее это. Но я не думаю, что я сумасшедшая. Да, Джеймс тоже так не думал. Пули для пистолета. Я не скажу, что я ненавижу одежду, но сейчас не время и не место. Ну что, Хизер, воспользовалась бы моментом и урвала бы пару сумочек. Кругом кровь. Хм, что здесь делают эти белые покрывала? Я вижу, что она мертва. Мне нужно вызвать полицию? Вряд ли они поверят, если я скажу, монстра убил кого-то. Хм. Вам никого не напоминает вот эта лежащая девушка? На самом деле, фанаты игры, когда вскрывали файлы, обнаружили, что моделью этой девушки является Анжела Ароска из второй части игры. Действительно, реально похоже. Этот монстр называется Клозер. Что-то странное изображено на этой картине, как будто бы три туфли, но при этом изображена какая-то кровь. Хизер, обчищай кассу. На прилавке нет ничего привлекающего внимания. Вариволт оф Терн Айил. Опять Терн Айил. О-оу! Стоять? Нет, ребят, мне не сюда. Так, отсюда я вышел. А вот и карта. Огромный торговый центр. Состоящий из трех этажей. Да, придется побегать. Но, как я и говорил, уж хоть здесь дверей и огромное количество, но практически все они заперты. Только посмотрите на этот постер. Похоже, здесь активно рекламируется Алан Хилл 2. Я нажимаю на кнопку, но лифт не приходит. Сломан или вроде того. Наверное, вроде того. Из-за всех этих коробок и ящиков тут не получится выбраться. Капец. Запросто можно перелезть. Ну да ладно. О, чёрт. Что это за хрен на курьих ножках? Как вы могли, наверное, заметить, в третьей части большое количество разновидностей различной живности. О, чёрт. Убегай, Хизер. А вот эти здоровые твари вообще похожи на тех монстров из второй части, которых мы видели под решетками. Я взял щипцы. Это хлеб. Но я не особо голодна, так что думаю, об этом можно не волноваться. А зря. Надо было бы перекусить. Выглядят вполне аппетитно. Вокруг нет никакого персонала. Интересно, куда они все пропали? Здесь объявление. Хрустящий жареный хлеб прямо у ваших дверей. Продается всё. Пекарня Хелен. Ну, мы взяли, что нам нужно было. Я не хочу тратить на него патронов, ребят. Здесь патроны на весь золото. Тем более у меня всего их... Всего их 10 штук. Поэтому мне даже, по-моему, не хватит, чтобы замочить эту тварь. Можно, конечно, попробовать воспользоваться ножом, но... Он настолько слаб, что я буду очень долго пытаться его зарезать. Как обычно, всё закрыто. Похоже на небольшой магазинный склад. Тут много всего, но нет ничего полезного. Тут много всего, но нет ничего. Всё-таки что-то есть. Лечебный напиток и патроны. Это похоже на магический круг, о котором я читала в книге о чёрной магии. Он кажется таким знакомым. Потому что я читал о нём в книге. Нет, не то. Это не из книги. Это с алтаря. О чём я думаю? Действительно, Хизер, о чём ты только думаешь? Кладовая второго этажа. Что-то завалилось под доску. Я думаю, может, это ключ. Если бы мои руки были чуток подлиннее, я, наверное, достала бы. На доске груды картонных коробок, забитых книгами. Нужно надорваться, чтобы сдвинуть такой тяжёлый груз. Там не только картонные короткие, там ещё и деревянные ящики стоят. У нас есть для этого нужный нам предмет. Я взял ключ, взятый щипцами. И что же на нём написано? На ключе есть бирка с надписью «Мои бестселлеры». Похоже, это ключ от книжного магазина. О, чёрт. Вы тут что, мать вашу, размножаетесь, что ли? Ещё и собака. Ну ладно, придётся тебе пристрелить. Да сдохни ты! Дело в том, что наша великая нога, которая нас спасала в первой и второй части, в третьей части так не работает. Здесь она не убивает с первого раза. Так, что я взял только что? Вяленая говядина. Обработанное сушёное мясо. Иногда этого достаточно, чтобы отвлечь монстра. Припасы теперь можно ставить на отдельную кнопку и применять их, не заходя в инвентарь. И как раз вот этих тварей, которые находятся за этой дверью, можно отвлечь вяленой говядинкой. Цыпа-цыпа-цыпа. Чёрт! Почему это не сработало? Возможно, они не любят мясо. Да ты, иди ты! Так. Маргарита? Где-то мы уже это видели. Бутик Маргарита. Похоже, мы его обошли с другой стороны. Кафе Paradise Moon. Да, клозеры хоть выглядят так устрашающе, но на самом деле они очень медленные и от них не составляет никаких проблем убежать. И вот наши бестселлеры. Здесь продается куча различных интересных книг. На полке лежат журналы. Некоторые из них выглядят любопытно, но сейчас действительно не время. Вот этот плакат. Ой. Зачем я только что потратил говядину? Чёрт. Эта картинка мне что-то напоминает. По-моему, это из какой-то игры. И эта игра... По-моему, называется Siren. И опять, заметьте, теперь уже более такая устрашающая картинка. Опять написано Tyrn Ail. И эта надпись явно что-то значит. Не зря её везде пихают. Не вижу в этих книгах ничего интересного. Обычные книги, которые можно купить где угодно. Постер с изображением какой-то женщины. Патроны. Отлично. И здесь у нас загадка века. Текст подсказка к загадке. Здесь разыгралась трагедия. Буди ты игрок, али зритель. Будь же кем можешь. Исход всё один. В любом случае все идут к смерти. Первые строки по твою левую длань. Фальшивое безумие. Танцующий душевно больной. Слышущий слова неслышимые. Растянувшийся у могилы возлюбленной. И там, возможно, наконец-то настоящее безумие. Как сделал тот, игравший смерть? Нашёл он истинную смерть в конце. Убив возлюбленного, безымянного. Она пронзила своё сердце скорбью. Призывает ли ложь истину? И надевает ли правдивость маску фальши? Ах вы, жалкие несчастные вы все. Всё ещё среди лжи, хотя конец прийти не желает. Зачем же томиться о смерти? Позабочишься ли о своём возлюбленном? Правды и неправды жизнь и смерть. Игра, что обращает в чёрное-белое. И чёрное делает белым. Разве не более прекрасна та тишина, Наполненная до крови в любовью, Чем лесть и подхалимство? Спокойный сон, не предпочтительнее ли трона? За пятнанного кровью. Один мститель пролил кровь за двоих. Двое молодых за троих пролили слёзы. Таким образом пропали три ведьмы. И только четыре осталось ключа. Ах, но воистину здесь разыгралась трагедия. Будит и игрок, аль зритель? Нет ни единого, кто мог бы избежать судьбы. Не стать её марионеткой. Или зрителем, вглядывающимся в клетку. В общем, жесть. На самом деле, эта загадка на уровне easy либо normal достаточно простая. Здесь нужно ввести код. Четырёхзначный код. И здесь лежит пять книг. На easy normal и на этих книгах были написаны цифры. И расставив эти книги в определённом нужном порядке, мы могли увидеть эти цифры на этих книгах и ввести просто пароль. Это было несложно. Но на уровне hard эта загадка превращается, наверное, в самую сложную загадку вообще во всей серии Silent Hill. Благо, что она не обязательно, а появляется только на харде. В чём суть этой загадки? Мне нужно просто вложить в ряд книги, которые я поднял с пола. Просто. На самом деле, тут ничего простого нет. Итак, чтобы решить эту загадку на харде, вы должны быть реально знакомы с творчеством Шекспира. Потому что только что я читал записку, и там были либо строки из его пьес, либо краткое описание того, что там происходило. Книги эти нужно вставлять слева направо. И нужно догадаться, в каком порядке расставить эти собрания сочинений Шекспира. Первая книга – это Ромео и Джульетта. Я не сильно люблю сентиментальные сопли вроде Ромео и Джульетты. Вторая книга – это Король Лир. Никогда не читала. Третья книга – это Макбет. Есть строчка из Макбета, которую я не могу забыть. Жизнь – это только тень, комедиант, поясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый. Да, удивительно, что Хизер вообще могла читать Шекспира, тем более запомнить какие-то строчки. Эти строчки, кстати, означают то, что жизнь на самом деле, в принципе, ничего не значит. Четвертая книга – это Гамлет. И пятая книга – это Отелло. Никогда не читала. Я читала, но забыла. Итак, ребят, что нужно сделать? И нужно вспомнить те строки, которые я только что читал в подсказке. И там в порядке слева направо перечислялись строчки и либо описание событий из этих книг. Первое описание гласило о неком безумце. И я читал это произведение. Оно называется «Гамлет». Я, конечно, вам не буду сейчас пересказывать все события Гамлета, но самые известные, наверное, оттуда строки – это… Наверняка вы их знаете, это «Бедный Йорик». Там Гамлет пытался отомстить за смерть своего отца и какое-то время притворялся безумцем. То есть первая книга, которую нужно ставить слева – это «Гамлет». Так, и «Гамлет» у нас по счету был четвертый. Следующее описание гласило о некой игре со смертью и о том, что некая девушка убила своими поступками своего возлюбленного и в конечном итоге пронзило свое сердце. Ну, это наверняка вы должны знать. Это произведение называется «Ромео и Джульетта». Так, поэтому вторая книга – это номер один. Так, дальше у нас, по-моему, шли строчки о неких масках и обманах. И это имеет отсылку тоже к достаточно известному произведению, которое называется «Отелло» под номером пять. Вы наверняка слушали оттуда строчки «Ты перед сном молилась, Дездемона». Да, именно из-за обмана Отелло задушил свою Дездемону. Его обманом заставили поверить, что его жена ему изменяла. Хотя, на самом деле, это было не так, после чего он ее душит, потом узнает правду, убивает того, кто его обманул, а потом еще и убивает себя. Ну, в общем, на самом деле, во всех произведениях Шекспира, не зря они все являются трагедиями, практически все главные герои в конце умирают. Прямо как в «Игре престолов» от Джорджа Мартина. Следующую книгу, которую нужно поставить, «Король Лир», я ее не читал и ничего о ней вообще сказать не могу. И то, что там описано, что превратилось черное-белое-белое в черное. Но мне это дам исключение, я знаю, что последнее это Макбет, поэтому можно сказать, что «Король Лир» должен стоять на четвертом месте, а Макбет на пятом. Потому что последние строки явная отсылка к Макбету. В 2015 году вышла экранизация Макбета. Достаточно интересное произведение, которое, я думаю, стоит посмотреть. Там как раз была отсылка к «Кровавому трону». Итак, но это еще не все. Как мы знаем, у нас всего должно быть четыре цифры. Но цифр у нас на самом деле пять. То есть получился у нас как бы код 41523. Но расставив книги, этого недостаточно. Вспомните последние строки. Один пролил кровь за двоих, двое пролили слезы за троих, а некие ведьмы в конце исчезли. Так вот, сумасшедший пролил кровь за двоих. То есть получается, что нужно книгу о Гамлете умножить на 2. То есть цифру 4 умножить на 2. То есть получается 8. Так как двое пролили слезы за троих, то есть это имеется в виду книга о Ромео Жилетто. Соответственно, эту цифру нужно умножить на 3. То есть получается 8, 3, 5, 2. А последнюю цифру нужно убрать. Потому что в подсказке было написано, что некие ведьмы исчезли. И про ведьм это на самом деле прямая отсылка к Макбету. Потому что именно там 3 ведьмы предсказали Макбету, что он станет королем. После этого предсказания он и превратился, можно сказать, в кровавого тирана. Ну что ж, по идее, все эти манипуляции вообще были не нужны. Так как на харде этот пароль всегда один и тот же. И 99% всех игроков его на самом деле никогда не решало. Потому что решить его, ну, очень сложно. До всего этого допереть самому. И, конечно же, в молодости, когда я сам играл в Саундхилл, я сам не решал эту загадку. А также подсматривал в интернете ее решение. 8, 3, 5, 2. 9, 5, 3. Um, hey, wait. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise. Despoiled by mankind. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...